МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День студентов в этом году прошел с размахом. С раннего утра молодежь ждали активные соревнования, а во время большой перемены им предлагали поиграть в интерактивные игры. За все конкурсы участники получали сладкие призы. Чем еще предлагали заняться студентам, расскажет Мария Полежаева. День российского студенчества – один из тех праздников, которые в Байкальском университете отмечаются ярко и широко. Праздничные активности начались уже с 8 утра. В переходе третьего корпуса прошла спортивная эстафета. Студенты должны были показать свою ловкость, меткость и выносливость. Они соревновались в бросках и набивании мяча каракеткой. Самых спортивных угощали горячим кофе. Всем дарили воздушные шарики, шоколадки и хорошее настроение на весь день. День студента – это тот самый праздник, когда студенты могут себе позволить все. Попить утром кофе, поиграть в теннис, потом спеть песни вечером, а в обед покушать пирожков вместо обеда. И студенты – это действительно самое ценное, что у нас есть в университете. От них зависит и наше будущее. Поэтому студенты – это сила движения, студенты – это ура. Празднование продолжилось на большое перемене. На этот раз в переходе между корпусами студенты предлагали поиграть в логические интерактивные игры. Под музыку ребята уградывали профессии знаменитости, участвовали в розыгрышах и получали призы. Каждому предоставили возможность написать письмо-пожелание. В качестве угощений, напитки и вкусная выпечка. И вот сейчас у нас в нашем переходе, традиционном месте, где мы проводим такие мероприятия, у нас работает несколько станций, работают наши студенческие объединения, пришли наши партнеры – сберегательный банк, ну и, конечно же, наш любимый «Твой ход». Региональная команда работает. Мы писали письма студентам, мне тоже передали письмо от студентов. Очень приятно, спасибо ребятам за пожелания. Завершился день студента традиционным тараокки-баттлом. Наши студенты в очередной раз подтвердили, что они самые яркие, активные и талантливые. Студенты, которые принимают активную часть в жизни университета, получают поощрение за свои труды. В этом году их пригласили в правительство и удостоили стипендии губернатора. О том, кого удостоили награды, узнаем из сюжета Полины Савенко. День студента активисты проводят не за партами. Кто-то организует торжественные мероприятия, а другие получают награды, заслуженные за несколько лет научной работы. Именно с этой целью в правительство Иркутской области отправились четыре студента Байкальского университета. Вероника Балданова, Михаил Лубягин, Кристина Бунятишвили и Егор Григорьев. Они удостоены именной стипендии губернатора Иркутской области, которую присуждают за победы в Олимпиадах, участие в конференциях и публикацию научных статей. Мои труды нашли физическое воплощение, материальное в том числе, в том, что эту награду дали действительно. И могу сказать, что четыре года обучения в университете даром точно не прошло. Чтобы получить такую награду, нужно собрать пакет документов и предоставить все свои достижения. И все равно по конкурсу прошла лишь половина. Из 164 заявок отобрали 70. Именно столько студентов пригласили в правительство и удостоили стипендии губернатора. Игорь Кобзев лично поздравил каждого стипендиата, вручил им награды и цветы и пожелал не останавливаться на достигнутом. Тех, кто сегодня получил вот это звание, это хорошая командная работа. Поблагодарите всех, кто в этом участвовал. Родители, ваши коллективы, наставников. Ну и дальше дерзайте. Мы только дальше будем это все расширять, увеличивать, ну и делать более популярным. Поздравление стипендиатам сказал и первый проректор, проректор по научной работе Байкальского университета Олег Грибунов. По его мнению, получатели этой награды – это элита Иркутской области, которая двигает науку вперед. А обладатели стипендии в ответ поблагодарили ВУЗ за помощь в первых шагах в большую науку. С таким успешным началом их путь должен получиться ярким. Полина Савенко, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Открытие молодежного фестиваля «Компьютериады-2024» традиционно стартовало в радиостудии БГУ в онлайн-формате. О том, как проходил фестиваль и сколько школьников приняло участие в этом году, узнаем из сюжета Салмака Бедуевой. 22 января в Байкальском университете прошло открытие 18-го городского молодежного фестиваля «Компьютериады-2024». Конкурс проходит ежегодно и стартовал в онлайн-формате в радиостудии БГУ. В этом году в состязании зарегистрировалось более 2000 школьников самого разного возраста. Организаторы предусмотрели 36 номинаций. «Компьютериады» проходят на площадках Технического университета, Иркутского университета, Университета гражданской авиации, Университета путей сообщения и Байкальского университета. Каждый ВУЗ традиционно дарит победителю сертификат на бесплатное обучение. Мы проводим три уже известных конкурса. Это компьютерная графика и дизайн, офисное многоборье в информационных технологиях и сам СИВ-мастер. То есть мы их проводим уже считать вот эти 15 лет. И в этом году добавился новый конкурс под названием «Программирование на платформе 1С-предприятия». 18-й год подряд лицей номер один является одним из постоянных организаторов компьютериады. Его учащиеся выступают в роли ведущих, лицей работает со спонсорами и заявками будущих участников. Мы начинаем собираться первый раз чуть ли не в октябре. Регистрация длится до 12 января. Количество участников, которые захотели проявить себя в этом фестивале, ежегодно варьируется. Но это может быть от двух до трех тысяч даже ребятишек. На выполнение заданий школьникам дается 4 часа. В этом году в БГУ поступило около 200 заявок от потенциальных участников компьютериады. На очные конкурсы после отбора допущено 70 юных звезд высоких технологий. «Мы прошли, соответственно, дворочный тур. Там 17-18 баллов из 20. И неожиданно нам сегодня сказали, что сегодня вы едете в БГУ и задаете. Насчет заданий я бы не сказал, что они сложные, они скорее на знания. То есть, если ты готовился, если ты знаешь, как работать с этим, то ты легко это сдашь, и у тебя не будет никаких проблем с этим». Результаты будут известны 26 февраля на торжественном закрытии фестиваля, который придет в СКДЦ «Художественный». Ученый совет состоялся 19 января. Там озвучили цифры приема о бюджетных и коммерческих мест на следующий год, а также обсудили академические задолженности студентов БГУ. Подробнее об этом событии узнаем из сюжета Владимира Изместева. На первом после новогодних праздников заседания ученого совета вновь чествуют преподаватели за заслуги в учебной, образовательной и научной деятельности. И, конечно, за весомый вклад, внесенный в развитие Байкальского университета. Проректор по учебной работе Наталья Васильева выступила с докладом об итогах промежуточной аттестации студентов. Отмечается, что в целом динамика положительная. По университету примерно одна треть студентов допускает хотя бы одну академическую задолженность, которую они могут сдать в течение одного календарного года, что предусмотрено федеральным законом об образовании. Поэтому я считаю, что успеваемость у нас хорошая. Первый проректор Вячеслав Бубнов доложил членам ученого совета о контрольных цифрах приема бюджетных и коммерческих мест на следующий учебный год. По программам высшего образования учредитель выделил 517 мест. Проректор по международной деятельности Михаил Кузьмин доложил членам ученого совета об итогах работы официального сайта Байкальского университета. С момента запуска нового официального сайта Байкальского государственного университета все статистические показатели, которые характеризуют его работу, были увеличены более чем в два раза. Это стало основой для включения нашего университета в рейтинг Российского союза по международным делам и увеличения его позиций в рейтинге медийной активности университетов. В завершении заседания члены ученого совета единогласно проголосовали за снижение стоимости обучения студентов, переводящихся из филиала в городе Братске в головной вуз. Владимир Изместев, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ БГУ посетил известный тележурналист Алексей Килевро. Он рассказал о интересных фактах своей работы, провел интересный мастер-класс на собственном опыте о том, как брать интервью правильно и как интересно донести информацию до зрителя. Подробнее узнаем из сюжета Дианы Беловой. В телевидении Байкальского университета представит новый выпуск программы «Семинар», главным гостем которой стал тележурналист Алексей Килевро. Его сюжеты транслируются на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24». Алексей рассказал о том, как заинтересовать телезрителя. На лекции присутствовали не только студенты направления журналистика, но и реклама и связи с общественностью. Студентам-рекламистам эта встреча была полезна не менее, чем журналистам. Ведь, несмотря на различия, в этих специальностях много общего. На мой взгляд, схожесть в том, что нужно уметь находить подход к своим клиентам, к людям, выстроить целую линию общения, чтобы ты понял человека, именно правильно понял, и он тебя. Найти вот эту коммуникацию – это очень важно. Корреспондент поведал о тонкостях своей профессии и поделился полезными советами. Также он рассказал о том, как нужно работать в кадре и как креативно донести информацию до телезрителя. Алексей представил собственные репортажи и рассказал о самых запоминающихся героях. Для студентов очень важно познавать новое. Поэтому тележурналист планирует провести еще несколько лекций в БГУ. Скорее всего, я продолжу серию уроков, буду объяснять и показывать на личном примере, на примере своих работ, какие существуют уже готовые работающие механизмы и какими вещами не стоит пользоваться при взятии интервью. В конце нестандартной лекции ребятам удалось задать Алексею вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью, разузнать о его опыте работе в сфере криминальной журналистики, а также о том, как и зачем брать интервью даже у маньяков и преступников. Диана Белова, Игорь Ситенко, Байкал Универ ТВ Крещенские праздники никогда не проходят без купания в Иордании. Студенты из дружины Соболь-508 в сот раз вступили на пост вместе с сотрудниками МВД и дежурили вокруг купели до полуночи. О том, как работали члены дружины в следующем сюжете. Желающие принять участие в празднике Крещения уже с раннего утра 19 января начали прибывать на берег залива Якоби. Там заранее установили снежные зарождения, вырезали ледяные скульптуры и подготовили сразу три проруби. Вокруг Иордани заступили на службу патрули полиции, МЧС и активной студенческой молодёжи. Это волонтёры, студенческий корпус спасателей и дружина Соболь-508 Байкальского университета. Несмотря на то, что организовали её недавно, бойцы уже имеют опыт охраны общественного порядка в предновогодние морозы. Мы находились на сквере Кирова, Вечный огонь и набережная. Там пресекались некоторые действия, также подвыпившие бывали, баянили, курили, нецезонную брани производили. Сегодня 22 члена дружины Соболь-508 в две смены вместе с сотрудниками МВД дежурят вокруг купели. Студенты заступили на свой пост в 8.30 утра и будут охранять территорию праздника до полуночи. Но будущих юристов интересует сегодня не только охрана правопорядка. У нас планируется купание, в особенности я сам планирую. Это уже второй раз подряд, первый раз в том прошлом году, решили с друзьями искупаться. В этом году тоже намечаем продолжать традицию. Крестный ход, торжественная служба и освещение воды. Все этапы этого знакового события проходят без происшествий. В том числе благодаря грамотно организованной охране. Мария Полежаева, Игорь Титенко, Байкал, Универтв. Это были все новости на этой неделе. Больше информации на сайте БГУ defistv.ru. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова